Традиционно международный пленэр мира на кончике кисти собрал в Преслонихе, на родине народного художника Аркадия Пластова, мастеров из разных городов страны. Каждый год по 12 художников приезжают со всех регионов нашей страны, из других регионов, бывшие СНГ, то есть это Украина, Молдавия, Киригизия, Казахстан. В этом году у нас сложнее в связи с этим коронавирусом. Художники в этом году не только такие вот маститые, заслуженные народы, но и молодые художники в этом году, молодые художники участвуют из города Ульяновска. Дом творчества, специально созданный для художников-планеристов по соседству с домом Аркадия Александровича Пластова, на 10 дней превратился не только местом для отдыха, но и площадкой для проведения мастер-классов и просто мастерской. В самое притягательное место для творческих людей на пленэр съехались художники из Воронежа, Москвы, Чебоксар, Ульяновска, Республик Татарстан, Чуваширь и Башкортостан. Если я начну пальцы сгибать, ну во всем случае Аркадий Александрович войдет в десятку тех первых имен, которые я назову для себя, определяющих путеводных мегазвезд, которые повлияли на мой взгляд на этот мир, на мир русской какой-то живописной культуры, да и мировой, пожалуй, потому что я сориентирован больше на отечественное искусство. В этом году темой девятого международного пленэра «Мира на кончике кисти» стали портреты жителей села Преслониха, многие из которых являются родственниками героев портретов Аркадия Пластова. Но есть и живые прототипы героев пластовских картин. Разглядывая Преслонишинские избы, мы познакомились с Анатолием Ивановичем Мадоновым, тот самый Толя Мадонов, который позировал самому Пластову, когда ему было 4 года, а потом 13 лет. Он герой двух картин. Сейчас Анатолию Ивановичу 80 лет. Он живет один. Жена, как он сказал, давно на погосте. Дети уехали из Преслонихи. Сестра Клавдия в Узбекистане. К слову сказать, Клавдия Ивановна Мадонова по мужу Борисова тоже позировала Пластову. Она прототип героини знаменитой картины «Родник». Один из участников пленэра Риф Абдулин, художник из Уфы, решил показать пластовского героя через его дом. К сожалению, Анатолий Иванович Мадонов отказался позировать. Возраст дает о себе знать. Ему тяжело уже сидеть по несколько часов. Подглядывая за работой художника, у нас завязался разговор. Риф Мударисович признался, что именно здесь, в Преслонихе, он по новой открыл для себя пластово. Человека, который создал самого себя. Я еще поразился тому, что в этой маленькой деревушке, в принципе, не так уж широк выбор сюжетов тем, но он создал такой образ всей России. Из такого маленького мира создал огромный мир российский, советский. Итоговые работы художников, созданные во время пленэра, можно будет увидеть на выставке, которая состоится 19 сентября в Преслонихе, в Историко-художественном музее-заповеднике Преслониха «Родина Пластова». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Оллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова